Волшебное предновогоднее настроение заполнило зал Дворца культуры профсоюзов, где прошло благотворительное представление «Снежная королева против». Для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ведь новогодние праздники – это время добрых дел и взаимопомощи, время, когда мы делаем жизнь детей ярче и счастливее. Сегодня замечательное мероприятие, оно традиционное и проходит в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети». Эта добрая акция объявлена по инициативе главы государства и вот уже на протяжении 28 лет она включает все большее количество ребят и неравнодушных взрослых, которые готовы поделиться теплотой своего сердца и души с детьми. И, конечно, в рамках этой акции мы всегда оказываем особое внимание детям с особенными потребностями, детям-инвалидам. И сегодняшнее мероприятие как раз посвящено именно им. Безусловно, это будут подарки, это будут добрые эмоции и поздравления для ребят. Всего у нас в Московском районе 1233 ребенка, поэтому как раз и желание такое тоже, чтобы в рамках акции «Наши дети» подарить им немножко улыбки, немножко поверить в это новогоднее чудо. И поэтому здесь будет представлено им новогоднее представление, сказка новогодняя. И наша задача, наверное, вот то, что здесь, помимо то, что в каске, да, и вручить каждому ребенку инвалидам будет вручен подарок. И плюс для детей Сиры, 175 детей, также сегодня получат подарки. Ну и плюс еще для, скажем, отличившихся мы хотим вручить небольшие сертификаты. Перед началом представления из рук почетных гостей специальными сертификатами награждены ребята, которые отличились в учебе и в различных творческих направлениях. Пригласили нас на представление. Представление ежегодное, проходит каждый год. Но сегодня сказали, что будут вручать ей какую-то награду, заслуженную, поэтому ждем. А чем дочка занимается? Увлекается танцами и поет. Что за катанцы? Чехол для телефона. Наушники и что-то просто так от Деда Мороза, потому что я не знала, что. Вы чувствуете, какая сегодня здесь праздничная атмосфера, и мы тоже рады, что имеем возможность присоединиться к этой атмосфере и порадовать этих деток. Ну, наверное, Новый год, он праздник для всех, и для детей, и для взрослых, но особенно для детей. И дети, наверное, целый год ждут, когда придет Дед Мороз и вручит подарки, расскажет, как себя они вели в прошлом году, что было плохо, что хорошо. Поэтому очень важный момент сейчас наступает, это Новый год и Рождество. И вот те подарки, скажем, то немногое, которое мы можем дать этим детям, я считаю, это немного, что мы можем дать. Это они все-таки будут способствовать созданию этой праздничной атмосферы, этой детской радости. Ну, а детская радость, она будет для всех нам, в общем-то, благоприятной атмосферой в целом в городе Брест. В зале погас свет, и началось представление. Темные силы в лице Снежной Королевы оказываются против прихода Нового года и делают все возможное, чтобы праздника не было. Герда, Кай и их друзья противостоят злу, но одним им не справятся. Кто же придет им на помощь? Конечно же, зрители. Благотворительная елка во Дворце профсоюзов стала ярким символом добра, взаимопомощи и заботы о ближних. Очаровательные улыбки детей и их искренняя радость стали настоящей наградой для всех тех, кто участвовал в организации этого замечательного события. Василий Набуцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.